Добрый день! Это программа «Точка зрения». С вами я, ведущая Светлана Мелешко. На этой неделе в Липецке пройдет пятый фестиваль профессиональных оркестров русских народных инструментов. Чем на этот раз порадуют музыканты нашей страны, наших городов, зрители Липецка, Липецкой области. «Точка зрения» Олега Федянина, художественного руководителя и главного дирижера Липецкого государственного оркестра русских народных инструментов, заслуженного артиста России. Здравствуйте, Олег Иванович! Пятый – это уже, получается, юбилейный фестиваль. Первый юбилей, да. Я знаю, что у вас в этом году объявлен или анонсирован новый формат. Да, но мы же ищем все время. Честно говоря, мы задумывали немножко иное. Мы задумывали пригласить оркестры народных инструментов дальнего зарубежья. И ближнего даже зарубежья. Хотели наших республик национальных интересные, колоритные оркестры пригласить. И хотели дальнего зарубежья. Но не получилось. Некоторые сначала дали согласие, потом отказались. В общем, как-то не сложилось. Но я в перспективе думаю, что это состоится все равно. И мы решили все-таки тогда ограничиться лучшими оркестрами России. Но формат, думаю, ну что-то новое надо придумать. Начали думать. И, наконец-то, а что думать, когда у нас столько юбилейных дат сейчас в нашей области и в России? И начали думать, почему бы не сделать? Четыре дня фестиваля, каждый день посвящен определенной дате. Первая дата. 60 лет области, 310 лет городу. Шикарная дата. Весь регион праздновал так. Вот, пожалуйста, первый день посвящен 60-летию области. Первый день 22 мая. 22 мая. Открытие фестиваля, да. 22 мая. 23 мая. День посвящен памяти и 70-летию со дня рождения Николая Николаевича Калинина. Это главного дирижера и художественного руководителя национального оркестра имени Осипова. Это ведущий коллектив народных оркестров. Вот. Это наш лидер. Он не дожил до этого дня. Вот. К сожалению, 10 лет назад уже. Уже 10 лет, как он ушел из жизни. Но мы чтим его память, потому что это наш лидер. Это вдохновитель всех самых лучших проектов народников. Он курировал все конкурсы, фестивали. И, кстати, он родоначальник фестивального оркестрового вот этого движения. И, кстати, самое интересное, чтобы Липецк знала, Липецкая область знала, что Николай Николаевич Калинин родился в городе Ельце. То есть он наш земляк. Это очень здорово. У нас не только Хреников, но еще и Калинин. Не только, не только Хреников, да. Хреников один из величайших, да. Но у нас не менее великие были люди. Вот. Николай Николаевич Калинин. Вот 23 число посвящено этой дате. Кстати, там будет, в этот день будет играть оркестр, который он создал, который сейчас носит его имя, имени Калинина. Это Волгоградский оркестр народных инструментов имени Николая Николаевича Калинина. Вот. В субботу, это 24 число, дни славянской письменности и культуры, традиционный концерт Липецкого оркестра. Ну, плюс еще два оркестра, конечно, фестивальные будут, но концерт будет Липецкого оркестра посвящен. Три хора будет. Очень интересная программка, вот, концерт посвящен Дням славянской письменности и культуры. Мы всегда, если, а у нас дата проведения фестиваля совпадает с Днями славянскими, мы всегда делаем концерт, посвященный Дням славянской письменности и культуры. Обязательно с харами, обязательно с интересными программами. Вот 24-й будет посвящено этой дате. И, естественно, мы не можем обойти, у нас весь год объявлен Годом культуры и закрытие. Галоконцерт, закрытие оркестров, это закрытие фестиваля, сводный оркестр, большой оркестр будет играть, очень интересно. Парад дирижеров, это все будет происходить, и все это будет посвящено Году культуры, все это будет происходить 25 мая на закрытии фестиваля. Это все площадки в областном дворце культуры и в районах. А районы я не объявлял еще, как всегда традиционно у нас. Кто не играет на площадке основной, тот едет в районы. Районы традиционные. Кстати, кто уже принимал когда-то, они сами даже изъявляют желание принять оркестры, потому что интересно, шикарные оркестры. Я думаю, в этот раз мы акцент в районах попросили сделать на зрителей, чтобы были полные залы, чтобы оркестры не приезжали, потому что была проблема у нас. Оркестр приезжает, в зале мало людей, и музыкантам как-то не очень хочется играть. Хотя встречали великолепно. Встреча великолепна, экскурсии, все здорово. Зрителей нет. Вот сейчас мы говорим, лучше вы не акцентируйте внимание на встрече, хотя хлебосольные мы всегда были, да? Но сделайте так, чтобы в зале были люди. Вот это главная задача фестиваля. Потому что артист приезжает не покушать. Артист приезжает выступить, показать свой талант людям. Ну, все-таки вот это главное для артистов. И я надеюсь, у меня в районах... А вход ведь бесплатный, да? Вход бесплатный. Единственный концерт, который будет по минимальной плате, по-моему, там 100 рублей, что ли, это гала-концерт-закрытие. Все. Остальные концерты бесплатные. Я приглашаю всех хлебчан и гостей города приходить на фестивальные выступления. Лучший оркестр России, я вам перечислю. Нижегородский оркестр русских. Один из лучших в России, он очень давно уже. Кстати, руководит наш земляк Виктор Кузнецов. Руководитель оркестра. Да. Волгоградский оркестр, вы его слышали уже, кто интересуется. Великолепный оркестр. Санкт-Петербургский оркестр Метелица, изумительный оркестр. Виртуозы Кубани, один из сильнейших оркестров России. Брянский оркестр, тоже слышали. Впервые приедет Вятский оркестр, это Киров, город Киров. Вятский оркестр. Ну, это же интересно. Примет участие в пятницу, это 23 числа, в концерте памяти Николая Николаевича Калинина, примет участие всемирно известный ансамбль «Воронежские девчата». Ну, то есть праздник, настоящий праздник музыки. Ну да, сколько человек в целом-то вообще должно приехать? Более 300 человек, да, примерно. Простей. А все ли эти оркестры русских народных инструментов? Вот у вас обязательно, да? Хотя бы хотели вы и... Я не называю русских. У нас фестиваль назван народных. Я вам помню, вначале сказал, что я хотел пригласить национальные оркестры других стран. А помню, у нас были из Калмыкии, да, приезжали? Конечно. А там народные инструменты. Там экзотика такая. Ну, были, предположим, белорусы, были украинцы, у них бандуры, у них цимбалы. У нас в русских оркестрах нет этих инструментов. Вот, а мне очень хотелось. Мы хотели пригласить бурятские коллективы. Там горловое пение. Ну, далеко, далеко, наверное, очень. В общем, было желание, уже разговор был. Ансамбль очень интересных национальных инструментов с горловым пением. Это настолько колорит, своеобразие. Настолько это интересно. Не получилось. Хотели с Молдавией, тоже не получилось. С Прибалтикой. Очень современный такой ансамбль. Ну, очень интересный. Вот, молодежного направления. Тоже хотели пригласить. Чуть-чуть не получается. Чуть-чуть не получается. Но, я думаю, в перспективе мы найдем. Все равно мы будем приглашать... Каких-то, да, особо. Да, особенно с дальнего зарубежья. Меня интересует сейчас... Ведь и в Болгарии есть оркестры. Я уверен. Ну, неславянская песня. Венгельский ансамбль, оркестры скрипачей. Это же великолепная вещь. А вот вообще сколько в нашей стране оркестров, которые подобны нашему, вашему? Более 70 профессиональных оркестров. Уже официально выпущен реестр оркестров. Создано. И, кстати, уже в Министерстве культуры отдан этот реестр. И в Министерстве культуры наконец-то узнали, сколько у нас профессиональных оркестров русских народных инструментов. Они так удивились. Вы не представляете себе. Потому что они никогда не думали, что это такое мощное движение. Русские оркестры. И что это даст теперь оркестрам? Вот как вы думаете? Будет уже внимание уделено. Уже при Путине, при президенте, под его патронажем уже созданы общественные организации, которые курируют концертную работу, репертуар и все остальное. Вот именно нашего направления. Народного песенного, хореографического, инструментального творчества. Кстати, я вхожу в руководство этой общественной организации. Очень интересно. И курирует, кстати, эту организацию. Мощная организация такая. ФСБ. А все так напугались. Или она по-другому расшифровывается, наверное. А я бы объяснил. Нет. Именно так расшифровывается. Вы знаете, мы уже несколько лет, я не знаю, может десяток лет твердим, что сохранение национальной культуры – это вопрос национальной безопасности. Наконец-то я от первого лица государства это услышал. Вы представляете, как здорово. Наконец-то понято, что потеря национальной культуры – это потеря государственности. Вы посмотрите, идет мощнейшая атака на русскую культуру, русский язык, вообще на русских людей. А вот как раз мы противостоим этой атаке. Мы не даем запудрить мозги подрастающему поколению всякой грязью, всякой наносной музыкой. Мы должны пропагандировать свое, свое национальное искусство, свое национальное песенное искусство, инструментальное. У нас, благо, у нас богатейший кладезь этого. Олег Иванович, а вот расскажите, программа самих выступлений, программа концертов, фестиваля, она из каких произведений? Программа очень разнообразная, очень свободная абсолютно. Ну, два, которая посвящена 60-летию области и города. Нет, мы не играем 60-летию области. Это будет открытие фестиваля. И там играют другие оркестры. Каждый оркестр, мы играем только 24-го. Липецкие оркестры в Липецке хорошо знают. Кто интересуется, он его слышал не один раз. Задача фестиваля – показать другие коллективы, которые город не знает, наши слушатели, которых не слышали. Я думаю, что я прав. Достаточно одного выступления, мы выступим 24-го и 25-го на закрытии. Этого хватит, я думаю. А вот остальные оркестры поиграют достаточно большие программы. Я уже почитал программы. Очень разнообразные. Все показывают лучшие номера. И инструментальное соло, и вокальное соло. Великолепные солисты приезжают. Даже я там почитал такие маститые певцы. Даже интересно, честно говоря. Все везут лучшее, что у них есть. То есть это не обязательно народная музыка, да? Это же классические произведения, современные. Вы знаете, помните, вы как-то задавали вопрос, что играет русский оркестр? Все время вас об этом спрашивают. А я говорю, от классики до джаза. То же самое привозят оркестры. Все оркестры играют очень широкий спектр произведений. Поэтому на любой вкус будут произведения. Ну да. А когда вот вы впервые проводили этот фестиваль, давайте вспомним, 2004 год. Ой, это страшно. Да, почему? Страшно вспоминать. 10 лет назад уже. Ну, 10 лет назад, сколько воды утекло, в тот период, во-первых, не было опыта. Было принято хорошее решение, правильное решение сделать фестиваль. Но никто не знал, как. Ну, почему вы тогда приняли это решение? А потому что кому-то надо было. Надо было это сделать. 50 лет области. Кстати, ну, юбилейные даты, вопротите меня. 50 лет области. Хотелось какой-то подарок, что-то новое. И я, наверное, попал удачно с этим предложением. Потому что 50 лет области. И все захотели какой-то праздник. И получился этот праздник. Понимаете? Вот до сих пор этот фестиваль первый является крупнейшим в России. 800 музыкантов плюс Национальный оркестр имени Осипова. Да. Вы представляете, какая мощь? Но в тот период у меня не было такой знающей, умеющей команды. Угу. Поэтому было столько сложностей. Хорошо, конечно, я понимаю, управление помогло мне. Чиновники, управленцы все помогали. Потому что иначе бы ничего не получилось. Потому что я был молодой, опыта не было. Сам недавно стал руководить оркестром государственным. Ну, смогли. Сколько это здоровья стоило, я не буду рассказывать. Но смогли. После этого немножко уменьшили формат. Потому что, понимаю, это перехлест, конечно, было. Это очень много коллективов. Вот. И вот нашли иррациональное. 8-10. Вот нормальное количество оркестров. И, короче, вот пришли к этому. И еще появилась прекрасная команда, которая знает свое дело. Каждый человек знает, чем он должен заниматься в организации какого-то мероприятия. Поэтому великолепно в том году провели конкурс Хреникова, конкурс композиторов имени Николаевича Хреникова. Великолепно провели. И такое ощущение, что так легко это все далось. На самом деле это сложнейшая вещь, сложнейший конкурс. Но мы его провели здорово. Я думаю, фестиваль. И следующий фестиваль. Перед этим был фестиваль. Мы провели так же великолепно. Потому что команда появилась. Они знают свое дело. Я очень благодарен той команде Краснов Виктор Михайловича, Вострикова Антонина Ивановна, бухгалтер мой великолепный Ирина Александровна. В общем, я думаю, Шепель Ирина Александровна. Я думаю, вот это команда, которая может многое. Ну, для многого нужно иметь, конечно, не только музыканты, но и те, кто все это могут им организовать. Вы и ваши люди. А такие же фестивали проводятся везде по стране? Вот вы говорите, что Калинин был инициатором. На пальцах одной руки я могу сказать о местах, где проводятся фестивали. Также идет вровень со мной по проведению. Ну, масштабность поменьше. Это Волгоград. Кстати, я их поэтому приглашаю, потому что они тоже занимаются этим вопросом всегда. Санкт-Петербург. Вот они первый только в том году провели. Только первый. Мы уже пятый. Ярославль. Калуга. Брянск провели один. Все. Вот пять. Пять-шесть мест. Может, я кого-то пропустил. Я сейчас точно не вспомню. Но считанные из семидесяти оркестра. Считанные. Вот, представляете, вот, ну, пускай десять. Даже Москва не входит. Изредка проводят. Москва. Или там общероссийские. Ну, понимаете, они проводят. Москва проводят. Но это не на том уровне совершенно. Вот вы, я был не на одном фестивале современной музыки. Оркестре приезжаем. Полупустой зал. К сожалению. Но у нас всегда зал полный. А у нас зал полный. Несмотря на мои такие... А от чего зависит? Я считаю, что это зависит от организаторов. Значит, не умеют там собрать публику. При наличии стольких музыкальных учебных заведений не собрать публику. Я считаю, что это... А нет рекламы. Не умеют организовать публику. Ну, у нас есть реклама. А у нас славу все есть. Олег Иванович, надо прерваться, чтобы рекламу показать нашу. После чего мы продолжим говорить с Олегом Федянином, художественным руководителем, главным дирижером Липецкого оркестра русских народных инструментов. Не переключайтесь. Это программа «Точка зрения». Продолжаем говорить о пятом юбилейном фестивале русских профессионалов. Рациональных оркестров народных инструментов, который пройдет 22-25 мая в Липецке. Ну, вы сами приглашаете гостей, ну и активно гастролируете и в этом году, и в этом сезоне, да? Да, конечно. И я знаю, и детей обучаете. Ну, в смысле, не обучаете, а образовываете. Я работаю по обменным концертам. В этом году уже вы видели, наверное, у нас был обменник с Белгородским оркестром. Мы тоже приезжали битом, филармонический зал, великолепная встреча была. Как и здесь был великолепный праздник. Аншлаг. Да, у вас аншлаг. Белгородцы вообще глаза на лоб полезли, настолько их здорово здесь приняли. Ну, не менее восторженно нас приняли в Белгороде. Было очень приятно. Мы приглашали ансамбль «Ивушка» Тамбовский. Вот 28-го, сразу после окончания нашего фестиваля, мы едем в Тамбов с ответным визитом, с концертом. То есть это не окончание сезона фестиваля? Нет. Это еще долго? У нас сезон еще продолжается. У нас будет до Дня города. После Дня города и Дня Металлурга мы уйдем в отпуск. Все время мы будем работать, потому что у нас 10-го великолепный концерт с Александром Захаром. Сейчас афиши пошли. И вы знаете, это великолепный певец, это участник проекта «Тенера 21 века». Мы с ним работали уже в Липецке. И огромное наслаждение получили слушатели, кто пришел на этот концерт. Потому что это один из лучших тенеров, я думаю, не только России. Ну, вот соглашусь, я слышала его точно с вами с на глаз. Просто великолепно поет. А вы были еще в Жуковском, да? Это новый какой-то формат фестиваля. Вот мы поехали впервые, нас пригласили. Фестиваль в городе Жуковском, это Московская область. Я в Жуковском слышал только авиасалон. Там научные центры по авиационной промышленности, там все. Там засекреченный город в свое время был. Рассекретились. Вот там проходит фестиваль, международный фестиваль «Еврооркестр». Я думаю, какое-то странное название. А все оказалось намного проще. Причем разножанровые очень коллективы приезжают. Но основа этого фестиваля – это симфонический оркестр города Жуковского. Я думаю, да что же там за симфонический оркестр? Приезжаем. А руководитель этого оркестра Сергей Иванович Скрипка – это главный дирижер и художественный руководитель оркестра кинематографии. А он с 1976 года является руководителем этого оркестра. И он мне рассказывает интересную вещь, что в Подмосковье было 4 или 5 оркестров симфонических. Остался один. Вот в Жуковском. Какая интеллигентная публика. Вы себе не представляете. Я какое удовольствие получил от этой публики. Техническая интеллигенция. Да. Причем видно, что именно техническая интеллигенция высокого образования, высокого интеллектуального развития. Которая понимает симфонической музыки. Которая разбирается не только в технике, но и в искусстве. Это было настолько... Меня это просто поразило. Я смотрел на них. Я смотрел. Я в зал приходил, когда на концерты, фестивали. Это что-то. Это так здорово. Как здорово с ними общаться. Какие интересные люди. После нашего концерта на следующий день я пришел в зал уже слушать другой концерт. Поступление других коллективов. Вот, наверное, ползала ко мне подошло. Поблагодарил за концерт предыдущего дня. Вот люди благодарные. Подходят, окружают и говорят... Потом следующая группа подходит. Они ходят группами. Вы знаете, как бы вместе они посещают все концерты. А я посмотрел афишу в ДК Жуковского. Все ведущие исполнители России там. Буквально после фестиваля Еврооркестр приезжает Краснодарский хор. Кубанские казаки. Здорово, да? То есть, смотрю концерт. Боже мой. Ведущие пианисты все там. Скрипачи все там. Ансамбли. Что-то феноменальное. Вот какая работа идет. Это городской ДК. Городской ДК. Да. А Еврооркестр... Симфонический оркестр Шуковского. Основа этого фестиваля. А так все остальные разные. А дальше там джаз и, кстати, коллективы от музыкальной школы, самодеятельные и профессиональные. И джазовые разные коллективы. Очень интересные. Театральные такие. Вы знаете, концерт, моноспектакли. Вот израильский дуэт делал моноспектакли. Мы, кстати, с ним познакомились. Я думаю, перспективы мы их пригласим сюда. Очень интересные исполнители. Школа советская. Они просто живут долго там. А, русские мигранты. Да. Но Ленинградская консерватория, Московская консерватория, Ленинградский мюзик-холл, солистка. В общем, обалденно. Ой, извините за слово. Просто по-другому я сказать не могу. Потому что я на самом деле был поражен. Поражен уровнем. Ну, получается, вы ездите тоже и смотрите что-то, пытаетесь там заимствовать. Мы сделали совместные выступления с симфоническим оркестром Жуковского. Липецкий государственный оркестр сыграл произведение вместе с большим симфоническим. Симфоническим оркестром. И прозвучало это великолепно. И главный дирижер Жуковского симфонического оркестра Сергей Иванович Скрипка подошел и сказал, вот это настоящее звучание. Ему очень понравилось звучание оркестра. А мы играли пряха, такая песня русская, народная. И он сказал, лучше, чем симфонический. Представляете? Зрители подходили, они так соскучились по звучанию народного оркестра. Несмотря на то, что они находятся в Подмосковье, в Москве сколько оркестра. Они соскучились по звучанию русского народного оркестра. Нас приглашают туда с концертами. И мы туда поедем и будем играть. И не один раз, я думаю. Потому что на самом деле был такой восторг у людей. У вас такой восторг, я вот вижу просто до сих пор от этого еще. А я сейчас скажу почему. Потому что я впервые придирижировал большим симфоническим оркестром. Вот у меня восторг. Вас вообще не сманивают куда-нибудь еще из Липецка? Ну кому я нужен? Я только в Липецке нужен. Только в Липецке? Да я и не поеду никуда. Мне здесь лучше. Вот вы наслаждались зрителем в Жуковском. А я знаю, что вы учите, ну не учите, по крайней мере массу концертов проводите для детей. У вас там целое направление воскресное было. Скоро вырастет у нас такая же публика, как у них? Что вот для этого нужно? Я думаю, что не скоро. Хотя я вам скажу, что уже у оркестра есть тот зритель, которого я вот... Ну немножко он не такой. Я его люблю, но он не такой, как в Жуковском. Ну конечно, не такой. Может быть, уровень интеллекта. Я не знаю, объяснить не могу. Вот честно. Я не знаю, в чем причина. Но мы стараемся, чтобы наш слушатель... А, кстати, наши слушатели хвалят все оркестры. Все артисты. Вот. Но тут какая-то аура другая. Я объяснить это не могу. Может быть, у меня ощущение такое было. Но мне показалась какая-то другая аура. Вот какие-то другие люди. Вы знаете, у меня ближайшие мои друзья – это технари, инженеры. И вот что-то от них, наверное. Потому что я с ними общаюсь, это другие люди. Вот когда мы общаемся в сфере искусства, в сфере культуры, мы какие-то странные, но мы не замечаем этого. Мы с другим общаемся, и все нормально. Когда мы попадаем в какую-то компанию, где люди других направлений, они замечают наши странности. А мы замечаем их странности. Так вот, меня как-то больше привлекали люди технических специальностей. Потому что я некоторых боготворю среди. Потому что такие умницы, такие знания, кладезь какая-то. А потом как-то в разговоре они боготворят нас, людей культуры. Потому что им не хватает этого. Но вот мы взаимодополняем друг друга, поэтому мне легче дружить с людьми технических специальностей. Ну, понятно. Давайте вернемся к фестивалю. У вас традиционный 20 в день закрытия. Бывает и будет ли на этот раз такой номер совместного дирижирования? Да, обязательно. Опять будет сводный оркестр огромный. Потом все дирижеры, которые участвовали в фестивале со своими коллективами, обязательно выйдут, продирижируют одно произведение сводным оркестром. И обязательно пройдет парад дирижеров. Обязательно. Это традиционно. Эта традиция ввел Николай Николаевич Калинин. Все дирижеры выйдут, одно произведение дирижируют понемножечку. Это будет интересно, это всегда воспринимается великолепно. А сводный оркестр, по-моему, лучшего звучания я в своей жизни не слышал. Сколько же? Вот 300 человек, да? Не 300, но 200 с чем-то будет. Но такого шикарного, мягкого и такого сочного звучания я еще никогда не слышал. Это завершающий день фестиваля по традиции. Обязательно. А вот когда вы отбираете всех участников, вы им что-то рекомендуете это сыграть или это? На галоконцерт, да, рекомендую, потому что я отслушиваю все концерты. И я должен выстроить программу, да? Я смотрю, что для них наиболее выигрышное. И потом еще в контексте всей программы галоконцерта. Я как художественный руководитель фестиваля обязан это выстроить, чтобы это шло понарастающее, чтобы не было каких-то провалов. Или как некоторые там номера послабее, их в серединочку спят. Ну, такие тонкости. Чтобы не было провала откровенного. Тут вы ориентируетесь на свое чутье дирижера, да? Я рекомендую, и мы обсуждаем с дирижерами, но, как правило, с недавних пор они подчиняются. Просто, знаете, они, конечно, высказывают свои какие-то мысли, но я, как правило, убеждаю, что надо сделать вот так, как я это вижу. И подчиняются, потому что есть такое неписанное правило. Ты приехал в гости. Есть руководители и организаторы, которые видят и пытаются сделать так, как они это видят, да? И надо идти на встречу организаторам. Вот когда вы будете организаторами, тогда вы будете командовать. В данном случае я здесь организатор, и я командую. И меня не подчиняются. Они могут посоветоваться, могут порекомендовать. Но так, настоятельно, нет. Последнее слово остается за мной, как художественный руководитель фестиваля. А вы, когда формируете эту программу, вы на свое внутреннее чутье какое-то? Или все-таки на нашего зрителя, на какого-то, на традиции фестиваля уже ориентируетесь? Вы знаете... На что? Все-таки, наверное, на свое чутье. На свое понимание. Ну, вкус-то, слава богу, у меня вроде бы есть вкус. Есть вкус, потому что он уже ни одну программу поставил, ни одну программу сделал. Я слышу, если оркестр играет здорово, почему бы эти произведения не выставить? Нельзя все играть великолепно. Как правило, что-то лучше, что-то хуже, что-то ближе оркестру или там дирижеру, понимаете? Бывает и такое, а что-то ему нельзя играть, а он все равно пытается это или учится, пытается сделать. Ну, такое бывает, знаете, у людей. Но всеядных очень мало. Вот я знаю, что у меня лучше получается, что у меня похуже получается. Я, чтобы выигрышно выглядеть, я исполняю то, что лучше получается, что я чувствую лучше. Это нормально. А зритель это воспринимает тоже уже вслед за вами. Я так понимаю, программа идет по нарастающей, да? И лучше ходить каждый день? Я думаю, что надо не только на галоконцерт прийти и послушать по два произведения. Вы о коллективе никогда по двум произведениям не можете судить. Не сможете судить, понимаете? Вам нужно послушать целую программу. Тогда вы поймете, что коллектив из себя представляет. Два произведения. Сейчас любой оркестр сыграть может просто великолепно, просто блестяще. Тем более лучшие произведения, да? А вот когда оркестр играет как минимум час, а там надо вместить весь спектр программ, весь спектр солистов, да? Это очень сложно. Это надо уметь. И не каждый оркестр это выдерживает. Ну, вы даете концертов сколько вот за сезон? Полных или там... А у нас только полные концерты. Мы редко играем по одно-два произведения. Вообще не играем уже давно. Мы играем в свои концерты. Ну, до 70 доходят концертов в сезон. То есть получается вот этот завершающий, а потом будет планирование следующего сезона? Да, обязательно. В смысле день города, день... Да. У нас еще сезон не закончен, еще масса концертов. А потом... А уже сейчас планируется, уже абонементы выпускаем. Уже скоро все в продажу, будет следующий сезон. У нас сезон сразу заканчивается, начинается следующий практически. Ну, вы видите, что вы не зря работаете в этом городе, Олег Иванович? Вот я приду на фестиваль, когда увижу полный зал, скажу, не зря я работаю здесь. Конечно, вижу. Когда у меня дети подходят и узнают, дирижер, мне это приятно. Я зашел в кафе, сидят подростки. Вижу, что они немножко такие хулиганистые. О, дирижер, вы дирижеры, дирижеры. Я рад. Хоть чуть-чуть уважительное отношение. Это очень приятно. Подростки, дети узнают, знают, что оркестр существует. Это уже здорово. Ну и последний вопрос. Давайте пригласим, наверное, еще раз наших зрителей на фестиваль. Да, я с огромным удовольствием хотел пригласить всех жителей города, нашей области и гостей нашего города на 5-й Липецкий фестиваль профессиональных оркестров народных инструментов, который состоится с 22 по 25 мая в областном центре культуры. Это будет в 7 часов, да? И вход там в 6? Нет, там в 18 часов начало. Там надо смотреть. Там есть расписание, афиши висят, баннеры висят. Почитайте. В кассах билеты на галоконцерт. Остальные там где-то пригласите. Но вход свободный, в принципе. Поэтому прийти можно, вы всегда попадете в зал. Спасибо большое. Желаю вам удачного проведения фестиваля, удачных концертов. Это была точка зрения Олега Федянина, художественного руководителя и главного дирижера Липецкого государственного оркестра русских народных инструментов. Всего вам доброго. До свидания.